Благодаря чему сохраняется язык? Как вы думаете, благодаря чему он развивается и можем ли мы сегодня говорить о развитии родного языка? Вопрос про ованский язык очень сложный и нужно начать издалека. Алфавит и правила орфографии впервые были утверждены административным решением Комитета по развитию народов Севера в 1931 году. С этого момента началось углубленное изучение овенского языка, как и всех языков народов Севера. И в то время, когда утверждали, его утвердили без особых каких-то исследований и на основе механического перенесения языка на кириллицу. До сих пор вот этот алфавит используются с 1931 года. С тех пор изучение ведется, но только в 1952 году в ованский алфавит, кроме кириллиц, из кириллицы были введены две буквы – «Н» и «Ю». Историю от ивенского языка пишет Василий Афанасьевич Кимитинов в своей книге «Состояние ивенской письменности и необходимость ее совершенствования». До сих пор стоит вопрос ее совершенствования. И вот эту книгу нам нужно изучать всем. Тем, кто говорит на своем родном языке и тем, кто уже не говорит. Главное здесь, в этой книге, есть как спасти язык, как восстановить и возродить. Вот Василий Афанасьевич об этом пишет в своей книге. Он пишет, что углубленным изучением ивенского языка, уже с момента принятия правил алфавита и правил орфографии начали заниматься Тунгусоведы России, признанные. Это Вера Ивановна Аценциус, Клавдия Александровна Новикова, Василий Дмитриевич Лебедев. Ученые выявили общие для всех говоров и диалектов. А говоров и диалектов очень много. Даже в Якутии несколько говоров и диалектов существует, поскольку мы всегда живем от друга очень далеко. Они выявили такие общие фонетические особенности, как долгота гласных, наличие двух вариантов гласного «ю» и «у», дифтангоидов «я», «ио», «иу» и фарингального согласного звука «ха». Наличие мягкого шелевого фарингального согласного звука «ха» вместо принятого в кириллице «ха». Вот эти предложения ученых, которые актуальны по сей день, мы все поддерживаем. У нас много носителей языка, учителя родных языков, учителя ованского языка и общественной организации. И вот нужно сказать, что язык, несмотря что 50 с лишним лет, никак не могут определиться с этим алфавитом и правилом орфографии, язык живет по сей день. И, например, вот возьмем на телевидении. В ваших передачах, все ваши участники передач говорят именно на овенском языке с учетом всех вот этих фонетических особенностей. Они используют в своей речи эти букв, которые не достают сегодня в алфавите и правилах орфографии. Министерство образования нашей республики проводило конференцию ЮНОСКО по родным языкам, и Василий Афанасьевич пришел к нам с большим подарком, словарем. И мы все так очень обрадовались. И когда с ним встретилась, началась с ним познакомилась, и он начал рассказывать, что происходит с иванскими, потому что мы все, никто не понимает. Родители по сей день не понимают, почему их детей учат непонятно какому языку иванскому. С 13-го года я начала записывать овенские слова нашего рода. Гербенькян, который занимал действительно огромные и обширные территории в Охотском районе, Хабаровского края, часть Усмайского района. И вот эта карта зафиксирована на карте Академии наук СССР. А здесь же проводились большие исследования, экспедиции, которые организованы было МОСУ. За эти годы я записала 13 тетрадь. Небольшие тетради, и одна большая такая толстая общая тетрадь, прошитая, как мне сказали ученые-лингвисты из Санкт-Петербурга, из Института лингвистических исследований. Они очень-очень меня просили, чтобы все было записано, все было прошито, пронумерованно, и просили все сделать на компьютере. Доктор филологических наук из этого института, он сказал, что я представитель третьего народа, который начал записывать слова. Возможно, мы опаздываем. И вот эти слова мы используем сегодня каждый день в своей работе, в повседневной работе с оленями. Вот весь наш род большой горбанькян. И консультантами являются Дарья Михайловна Осенина. Осенина, она известный человек в нашей республике, именем Ним Калан. Она народная мастерица. С малых лет работала в оленеводстве. И четверть века была заведующей пошивочной мастерской совхоза Тампонский. И она первая в Якутии организовала массовый пошив унтов с орнаментом. Это с орнаментом из черных и белых камусов оленей. И вот она до сих пор щедро делится своими знаниями с этнографами России, Франции, Германии. И вот 1 октября этого года ей исполнилось 85 лет. И я хочу поздравить ее, пользуясь случаем с такой знаменательной датой, и просить, чтобы она долго-долго прожила и помогала нам. Потому что Дарья Михайловна буквально в течение двух часов записала 35 форм рогов оленя. Вы представляете, это же разные формы. Ну, рога да рога, да, олень. А тут оказывается, вот 35 видов форм рогов оленя. То есть она нарисовала раскрой меховой одежды. Вот шкура, да? Я прошу ее. Вот с какой стороны мне, ну, как шить, например, меховые брюки, да? Сейчас же очень плохо шьет. Как шить, какие части куда положить, вот чтобы шить, мука, это вот, как бы куртка меховая, да? И вот она сделала рисунки, рисунки нескольких видов седла. Седла у нас есть мужские, женские, детские, разных возрастов там. Допустим, есть очень маленькие дети ездят, и по-разному у них у каждого диалекта разные названия. Например, у нас, в нашем роду, это дурек. А в тополеном уже конка говорят. Мы записали с ней масти оленей. Только у овенов, я думаю, очень много масти оленей. Вот пятно, да, белое пятно на лбу оленя. А то салан. И вот это пятна, они везде появляются, на всех частях тела. И каждое вот это пятно называет, имеет название на овенском языке. Вот в области губ, там на какой-то шее, где-то там сзади, и так далее. И каждое вот это пятно имеет свое название. Вот я просто поражаюсь. И масти оленей, они же разные. Есть и синий-черный, химулен, хангна, и так далее. Вот очень много оттенков белого, чирика, гелтали, мюабаты. Мы вот с ней работаем по темам. Описываем, например, вот половозрастные сделали, массе оленей сделали, половозрастные, вообще тоже интересно, допустим, олененок, да? С момента рождения есть, вот как он называется, с момента, вот он родился, и сразу у него название есть до шести месяцев, старше шести месяцев и до года. И дальше тоже там, очень много половозрастных групп. Также моим консультантом был мой дядя Осенин Николай Михайлович, всю жизнь отдавшись оленеводству. У него было много возможностей сменить профессию, другим делом заняться, но он посвятил себя оленеводству. Конечно, очень такой оригинальный был, уникальный был человек, потому что он с наукой был связ. Он постоянно читал очень много и занимался с учеными. Вот все эксперименты, которые проводил Янис, проходили в его стадах. Это был стадий, номер пять в районе Юмитампонском районе. Я просила его местности писать, поскольку Вена никогда не блуждали. Раньше у нас существовал обычай немат. Вот добыли, охотник добыл, там где-то далеко, далеко, да, и вот он приезжает и дарит свою добычу кому-то из своих сородичей, немат называется, да, и описывает, как он должен ехать до этого места. И, представляете, никогда никто ничего, всегда доезжали, находили и привозили вот эту добычу. Вот описание местности для нас это большое наследие. Почему? Потому что и сейчас можно увидеть на карте России в регионах, сколько в каких регионах проживает Вена. Они занимают огромные обширные территории, оленеводы. Это полностью Магаданская область, Камчатка, Сахалин, часть Чукотки и очень большая часть Якутии. Все названия венские. Мы сегодня вот говорим, я хочу сказать, о тех буквах, которые не достают нашим алфавит по предложению Василия Фанасовича Кемитинова. Начала я записывать сама из своего словарного запаса. Долгота гласных действительно имеют словообразующее и смыслоразличительное. Например, есть у нас слово Кокен – невестка. Есть другое слово Кокен – умер. Удай – медлительный. Еще есть слово Удай. Позже сядешь верхом на оленя. Там какой-то маленький нюанс и значение совершенно другое. слово например Тинев вчера. Есть другое слово Тинев отправила я. И вот я на сегодня записала более 120 пар. Это значит 240 слов я записала. и каждое слово оно имеет совершенно другое значение, чем второе которое долгота. Теперь значит мягкость предыдущих согласных Д и Н рекомендует писать его фиксировать мягким знаком. джа и они тоже имеют слово образующее и смыслоразличительное значение. Например, у нас у Венов есть слово нюнь грех. А без мягкого знака это другое слово с другим смыслом нон младший младшая братсестра да есть такое слово нянь небо да есть такое же похожее слово без мягкого знака нан долг и вот на эту букву н с мягким знаком я записала более 90 слов на букву джа с мягким знаком джавли держи давли давли вот джавли давли давли и перейди на другой берег или на другую какую-то сторону да есть еще другое слово джукча тоже с мягким знаком джукча это старое покинутое стойбище не просто старое стойбище а именно старое покинутое стойбище и есть джукча Я написал, в Магаданской области есть поселок Дукча, написал, я спрашивала у старожилов, кто кому что написал, они смеются и говорят, что эта местность раньше в старину называлась Дюкча, старое покинутое стойбище. И вот представляете, в карте России вот это название так и осталось. Дукча. На самом деле это Дюкча. Теперь у нас буква такая еще, которую мы просим. Буква Г. ТОХ – огонь. НЕХ – уздечка. ЧОХ – колокольчик. НОХ – густая шерсть, допустим, оленя. Дагаран. Потертость очень болезненна на холке оленя. Обычно у ездовых транспортных оленей. Представляете, вот одно слово в Энске – Дагаран. Это все объясняет. А по-русски, если написать, это девять слов понадобилось, чтобы объяснить вот это слово, смысл. Есть также букву, которую мы просим внести в алфавит эвенский. У. Не У, а У. Да? Меня, допустим, в Санкт-Петербурге в Институте лингвистических исследований слушали четыре доктора. То есть два доктора и два кандидата наук филологических. И вот я им читала эти слова, и все они сказали, да, это есть отдельный звук. Я записала на эту букву всего где-то десять слов. Возможно, пятнадцать. Это же мало, да? Но это же женские слова. Они есть, они были всегда. Их нельзя как-то где-то выбросить куда-то. Например, мы вот используем, я же говорю каждое слово, мы ежедневно используем в своей работе с оленями. Есть слово «урка». Это стельная важенка. Старше трех лет. Не просто там самка, да, немецкая, да? А именно, она старше трех лет. Есть слово «хунча». Избегает дурного запаха. Есть другое слово «хунча». Уже как округлое, да? «хунча». Это, допустим, рукав растянулся. Ткнул чем-то острым, допустим, ножом, да? Есть другое слово в инске «хунча». Скрылся тайком. Ульча. Это мясо стухло. Есть слово другое. Ульча. Капау. Это я записала больше 230 слов. Хэвки – бог. На букву «г» теперь. Вот очень большой такой спорная, спорная буква, на которой мы постоянно спорим. Я записала на эту букву 230 слов. Я думаю, главное слово, да? Хэвки – это бог. Хам-ман. Тот, который знает все. Шаман. Шаман – это значит иванское слово. Хам-рон-бакуча. Примерный. Приметный олень нашелся. Очень большая рана на правом бедре у моего издового оленя в переводе. Хиран – дышит. Есть тоже это парное слово. Хиран – сердиться. Хотли. Беги в догонку. Есть другое слово. Хотли. По дороге. Если учесть, что из записанных слов каждое существительное может склоняться по 13 падежам. 13 падежей у нас в «энском слове» в единственном и множественном числах принимать по 7 притяжательных форм, каждое глагольное слово изменяться по 18 видовременным формам. 9 формам сврежений, 9 дей причастным и 6 причастным формам, 7 формам лиц в единственном множественном числах. То можно представить, какое огромное количество слов форм мы можем потерять или уже потеряли. В научной литературе этих слов нет. Все пишут «х» на букву «х». «Хам» говорят заметных. Это не «хам». У нас такого слова нет. Говорят «хэди» поют. У нас такого слова нет, Овенов. У нас есть слово «хэдя». Сейчас дети поют. Они очень стараются петь на аванском языке. И поют «хо-хо». У нас такого слова нет. «Хо-хо». У нас есть слово «хо-хо». Очень-очень. И вот, например, на эту букву 230 слов, которые я записала, кандидат филологических наук, доцент Северо-Восточного федерального университета им. Амосова, доцент не по должности есть, оказывается, а по научным трудам, Элида Спиридонова-Атласова посчитала, что только на одну букву «х» 230 слов, которые до сих пор в нашем орфавите отсутствуют, мы можем потерять 23 300 слов. 23 300 слов на одну букву. Для восстановления аванского языка во всех сферах образования дошкольного, школьного, специального, среднего, специального, высшего образования, использовать постановление Совета министров Якутской АССР от 7 декабря 1979 года за номером 452 и от 11 февраля 1980 года за номером 81. Они внесены Институтом языка, литературы и истории якутского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР на основе научных исследований докторов и кандидатов филологических наук СССР. Синциус Веры Ивановны, Новиковой Клавдии Александровны, Василия Дмитриевича Лебедева. Данные постановления никто не отменял. Мы обращались в Национальный архив республики. Обращались. И нам были предоставлены данные, что эти постановления имеются в архиве национальном. И тем более был принят закон республики Саха-Якутия об изменениях в закон о языках, где записано алфавит и правила орфографии языков коренных народов Севера, утверждаются правительством республики Саха-Якутия. Оно было принято в 2020 году. Они внесены по инициативе общественных организаций Союза Иванов Якутии и Союза Иванов России. 20 декабря 2016 года. Второе конкретное предложение. Василий Афанасьевич Кеймитинов написал эвенско-русский словарь, толкование, этимология. Оно было издано в бытность министра образования республики Саха-Якутия и ныне депутата Государственного собрания Илтумен Габбышева и Феодосии Васильевны, ныне депутата Государственного собрания Илтумен, да? И директора Института национальных школ, да? Исследователь Института национальных школ Семёнова Светлана Степановна при их поддержке. Он пятитомник, вот этот словарь. И мы радуемся, потому что все слова записаны именно с использованием всех недостающих букв в нашем алфавите. И просьба такая правительству найти возможность финансировать и, ну, сейчас как называется, вот перевести эту словарь на электронный вариант. Чтобы каждый мог, любой житель, да? Сейчас это вообще очень такой экземпляр этих книг, да? Только, наверное, национальной библиотеке Пушкина осталось, да? И вот изыскать средства, чтобы именно эти словари были перенесены на электронный носитель. Чтобы каждый житель нашей республики, другие субъектов Российской Федерации могли вот читать, использовать вот этот словарь. Пятитомник. Здесь несколько букв, пять или семь букв. Пять томов этой книги. Переиздать надо тоже, потому что кому-то удобно в виде книги, кому-то удобно сейчас в виде электронных носителей. Тогда, конечно, язык оживет. И все будут говорить именно так, как говорили наши родители, наши дедушки, бабушки, наши вот предки. Субтитры создавал DimaTorzok